Здравствуйте, уважаемые пациенты! Сегодня мы поговорим с вами о кульпоскопии. В настоящее время частота злокачественных поражений шейки матки у женщин во всем мире и в России, к сожалению, не имеет тенденции к снижению. И в этом очень важно выявить как можно раньше предраковые заболевания шейки матки и рак шейки матки на наиболее ранних стадиях. В этом вопросе большое значение отводится такому методу, как кульпоскопия. Кульпоскопия представляет собой осмотр шейки матки и слизистые влагалища при помощи оптической системы, которая называется кульпоскоп, выполняет функции микроскопа, позволяет смотреть ткани под увеличением и выявлять доброкачественные предраковые и злокачественные изменения, которые могут происходить в них. Показаниями кульпоскопии являются изменения в мазках на онкоцитологию, наличие инфекции вируса папиллома человека в тканях генитального тракта, наличие остроконечных папиллом в области шейки матки, влагалища, в области наружных половых органов. Кроме того, это предстоящие оперативные вмешательства на органах малого таза у женщин. Показанием могут быть контактные кровотечения и кровомазание, то есть появление кровенистых выделений после сексуальных контактов. При этих ситуациях необходимо пройти такое обследование, как кульпоскопия. Кульпоскопия дает возможность рассмотрения под увеличением тканей влагалищной части шейки матки и влагалища и окрашивания их специальными растворами, уксуса и окрашивания раствором любови, которые дают дополнительную необходимую информацию. В ходе кульпоскопии могут быть выявлены как доброкачественные, так предраковые, так и раковые изменения клеток и тканей шейки матки. При подготовке к кульпоскопии нужно выполнять несложные правила. Кульпоскопия проводится, как правило, по окончании менструального цикла через 3-4 дня, когда уже нет кровенистых выделений и ничто не препятствует проведению исследования. Перед исследованием за 3-4 дня не рекомендуются сексуальные контакты, спринцевание, введение интравагинальных средств, свечей, введение тампонов. При проведении исследования оно будет проходить, как правило, в амбулаторных условиях и не требует госпитализации. Практически не имеет противопоказаний и является малоинвазивным вмешательством. Противопоказаниями могут быть наличие аллергических реакций на растворы, которые используются в ходе расширенной кульпоскопии, на раствор уксуса или раствор йода, который содержится в люголе. При проведении кульпоскопии вначале проводится простая кульпоскопия, осмотр ткани под увеличением и дальше проводится расширенная кульпоскопия, которая включает в себя осмотр под увеличением, который может достигать до 30-40 раз и использование необходимых растворов. В частности, это раствор уксусной кислоты, 3-5% раствор, под воздействием которого смотрят, как изменяются ткани и как реагируют сосуды, которые находятся в тканях шейки матки и слизистой влагалища. Определяют наличие патологических и нормальных изменений тканей. Дальше проводят окрашивание водным раствором люголя. В норме клетки многослойного плоского эпители, которыми покрыта влагалищная часть шейки матки, богаты гликогеном и вступают в активную реакцию с йодом, активно и равномерно окрашиваясь. Ткани же цервикального канала, выставленные цилиндрическим эпителием, в норме не окрашиваются раствором люголя. По степени окрашивания, равномерности окрашивания, наличие негативных, то есть не окрашиваемых зон, их размеров, количество, формы, структуры судят также по наличию отклонений в кольпоскопической картине. По результатам кольпоскопии могут быть данные рекомендации по дальнейшему обследованию и лечению. Может быть рекомендована биопсия шейки матки в наиболее подозрительных участках. Эта манипуляция может также проводиться амбулаторно и представляет собой взятие кусочков ткани шейки матки из наиболее подозрительных участков с последующим гистологическим исследованием. Если процесс является более выраженным и требует большего вмешательства, такого как конизация или эксцизия, которые требуют удаления большего количества тканей с последующим гистологическим исследованием, то для выполнения таких манипуляций уже может потребоваться госпитализация, как правило, краткобременная в условиях дневного стационара. Кольпоскопия является простым и безопасным методом, который позволяет выявить доброкачественные изменения в ткани шейки матки, предраковые изменения и рак на наиболее ранних стадиях. Это позволяет провести возможную профилактику развития и прогрессирование процесса и предотвратить развитие такого грозного заболевания, как рак шейки матки. При необходимости пройти корпоскопию, вы можете обратиться в наш медицинский центр, платный КВД, где вы сможете записаться и пройти необходимое обследование. Спасибо за внимание. Продолжение следует...